На российских заводах сейчас производится примерно от полутора до двух миллионов тонн формальдегида и производится он традиционным методом, это, естественно, гидротация метанола и все катализаторы, которые загружены на российских заводах. Здесь представлены основные стадии и основные реакции, которые притекают при этом по данному институту катализа. И, значит, одна из основных реакций, которую надо подавлять, это реакция, значит, фактически горения или отнесения метанола до СО и воды. Как показано в работе института катализа, это основная реакция, которая приводит к образованию СО, это одна из основных побочных реакций. Ну и был установлен механизм, это реакция генетика, формально записанная для этой реакции. Основные лицензиары этих процессов, это фирма Перпстор, это фирма Калориан, и их катализаторы загружены практически на всех заводах, выставляющихся в формальдегид на постсоветском пространстве. Ну, например, фирма Перпстор предлагает катализаторы в виде цилиндров отверстия. Одна из основных проблем в том, что катализаторы являются очень активными, практически 100% конверсии метанола наблюдается, селективность по формальдегиду 97-98% в этих реакторах, и одна из проблем это подавление как раз очень высокой активности катализаторов. Для этого нужна низкая нацепная плотность, имеются реакторы с несколькими размерами трубок, с короткими трубками 800 мм и с более длинными. Короткие трубки традиционно всыпают чистый катализатор, в длинные трубки всыпают слой, так называемый адиабатический слой из инертного материала, потом смесь катализатора и инерта, и далее чистый катализатор. Ну, например, в Тольятти на заводе применяются секционные катализаторы трубки, реакторы трубчатые. В таком реакторе 10 800 трубок содержится, часть из них не используется, туда вставляются термомары для контроля температуры, часть трубок при работе тампонируется в результате разрушения гранулого катализатора, и постепенно температуру в процессе по мере падения активности повышают от где-то 350 до 390-380 градусов. Ну, температурный интервал реакции вообще это 300-400 градусов на железо гранулого катализатора. Ну, здесь показаны основные катализаторы, которые работают на заводах. Верхний слой, значит, это смесь катализатора и инертного материала, вот он большего размера, значит, это керамические польца. Далее, это чистый катализатор, вот, ФАМАКС. Перстоп делает то же самое, это смесь инертного материала, вот, в более толстой трубочке, значит, и далее тоже загружаются чистые катализаторы. Традиционный способ получения такого катализатора, это соосаждение. Но способ является неудобным, поскольку огромное количество стоков, трудно контролировать структуру, значит, вот этих зонек гелий, которые образуются при засаждении, применяется азотная кислота и так далее, и так далее. Мы разработали несколько способов и опробовали. Это наиболее удобный сухой способ, который нам бы представлялся наиболее удобным. Это испекание, значит, исходных реагентов в присутствии лимонной кислоты. Но данный способ, как потом был установлен, не дает катализатор с высокой каталитической активностью. Поэтому был предложен и опробован так называемый комбинированный способ. Это сжигание водного раствора, водных растворов в присутствии лимонной кислоты. Соответственно, в присутствии термогатерапевтического анализа были определены интервалы потери массы и агазориемные эффекты, которые происходят при высушивании и прокаливании катализатора. Ну, как вы видите, для разных катализаторов эти эффекты лежат примерно в один и тех же гипертонных диапазонах. И основные эффекты — это удаление сначала поверхностной влаги, и затем это удаление конституционной воды. Как показала микроскопия, все катализаторы имеют практически одинаковую форму частиц и практически одинаковый состав — это молебдат железа и, соответственно, молебденовый ангидрид. Кроме этого, катализаторы, которые сейчас выпускаются, они все производятся методом штамповки, подобным таблеткам, это прессование в другую форму, что позволяет делать очень такую экзотическую форму катализаторов, в виде колец с раными выступами, вырезами и так далее, и так далее. Мы предлагаем более продуктивный способ — это формование традиционное. Но для формования требуется определенный кранометрический состав катализатора, требуется подбор связующего, так как эти кристаллические вещества плохо формуются. И, соответственно, мы проведем сетовой анализ катализатора. Катализаторные шахты поручены разными способами, определили плотности, користость этих систем. И, соответственно, были отформованы таблетки и исследована прочность катализаторов. Так как основная причина выхода реактора из строя и необходимости перезагрузки — это то, что катализатор физически разрушается и, соответственно, требуется его перезагрузка. Ну, здесь разные, значит, характеристики, подбирались разные сорбенты, разные связующие — это глина и бимид. Соответственно, лучшим оказался связующим — это бимид. И, кроме этого, добавляет спинтизатор гидровойки железа, значит, что позволяет получать сорновочную пасту. Ну, здесь данные по хорометрии промышленного катализатора типа «Асомакс» и нашего опытного катализатора. Как мы видим, значит, весьма сходные характеристики по формовой структуре, по поверхности. Для того, чтобы катализатор формовать, его нужно, значит, приготовить нужную формовочную пасту с необходимым количеством воды, для чего исследовалась скорость гидрата АС прокаленных и высушенных катализаторов, значит, как был выбран высушенный катализатор, поскольку после прокаливания катализатор, значит, более не ободняется, и трудно готовить издательную пасту. Ну, показаны, например, кривые, значит, наборы и отдачи облаги для катализаторов, и зависит от практической прочности пасты формовочной от влажности. Ну, вот, оптимальным является содержание воды влажность в точке перегиба для формовочных паст. И, соответственно, вот, как я уже говорил, фирму предлагают катализаторы весьма экзотических форм, значит, сформованные, значит, стампованные катализаторы разных форм, при этом, значит, ну, сознательно или нет, фирмы, когда дают показатели прочности для этих катализаторов, они дают прочности только на, значит, ребро катализаторов. И, говорят, что катализаторы, значит, прочности достигают примерно 13 килограмм на зерно, но при этом не дают прочности по образующей цинитра, которая является весьма низкой для этих катализаторов. Поэтому мы предложили для формованных катализаторов более, значит, простые формы, и пригодное для формования формы, это форма, значит, звезды, это размер звезда с образующей 5 миллиметров, это, значит, антикорротированная глянка, и типоразмер звезда 4 миллиметра. Все фирмы борются за снижение насыпной плотности катализаторов, ну и рекорд здесь для катализаторов помажет. HDS это 0,7 грамм на кубический сантиметр. Поскольку, как я уже говорил, это, значит, обусловлено высокой, значит, активностью катализаторов, и таким образом, значит, общая критическая активность слоя, она несколько снижается. Ну, пока мы достигли 0,9 по размеру звезда, при этом наш катализатор не уступает, значит, импортным катализаторам ни по категорической активности, ни по, значит, механическим свойствам. Более того, механические свойства катализатора существенно выше формованного катализатора, существенно выше, чем у катализатора, который нам сейчас поставляют на заводы. И, вне зависимости от точки приложения, это примерно 19 килограмм на зерно катализатора, что в полтора-два раза выше, чем для катализатора, который сейчас загружается на российский завод. Спасибо вам большое. Вопросы, пожалуйста. У кого вопрос есть? Сергей Александрович, когда вы вот эту типа форму звезда готовите, механическая проще не снижается? Это нормально? Вот 19 килограмм на зерно по стандартной методе. Вопросы, пожалуйста. Спасибо вам, это интересный доклад. Меня интересует процесс формирования, то есть призывание определенной формулы, там разные формулы издавания. Как обеспечиваете распределение катализатора в активной массе, в инертной массе, в объеме? Это вообще сказывается на свойства активности катализатора? Да. Катализатор содержит примерно 10% белита, то есть он в основном состоит из активной массы. И мы проводим сухое смешение и одновременно измельчение в шаровых медницах, ну, в лабораторных, по крайней мере, условиях для начала. И, соответственно, одиспечивается на этом этапе смешение достаточно хорошее. Плюс к этому при формовании происходит на первой стадии процесс смешения в камере экструдера, и далее проводится первичное формование, и повторное формование уже в массе, которая прошла вот такую механическую отработку при экструзии, при первичной экструзии. Поэтому нет проблем с поделением. Ещё можно одну, да, спросить? Вы предпочитаете, какой метод, да? Нет, мы вынуждены применять метод сжигания, некомбинированный метод. Поскольку мы с сухим пробовали, но спекание при высокой температуре приводит к тому, что каталитическая активность практически пропадает. Нужно спекать по температуре 700 градусов и выше. То есть выходит в период диффузионный фактор, да? Да, здесь уже диффузия, потому что все катализаторы, они имеют, значит, требуются микропоры, они должны быть микропористыми, и, соответственно, при испекании мы уже теряем эту скорость. Мы теряем активность катализации. Вот ещё, Сергей Александрович, вот такой вопрос. У вас применит этот аксида алюминия, да? И 90% это аксида алюминия, а 10%? А, 10%? А, я хотел предположить, что, может быть, на аксида алюминия, в этом прописке, там столько не добьётесь? А, ну, есть, понятно. И, меняя, собственно, вот это вот количество инерта, мы можем менять и активность катализатора, и нам нужно грузить инерта. Ну, просто как связывающий, чтобы механизм прочности будет. Да, конечно. Конечно. Вопросов есть еще. Скажите, пожалуйста, вот сушка и прокалка очень действуют активность катализатора. Да. Вот это надо соблюдать всё время, да? И вот прокалка вы проводите при 450 градусах. Да. У нас, в лабораторной установке, это 350 градусов. 350. А, 250. А, 250. Да, прокалка выше, конечно, да. Да, спасибо вам, Лейлахан. И самое главное, возможно, это регенерирование катализаторов. У нас это... Катализаторы... Регенерация, да. Регенерация. Фирменные катализаторы на заводах, их зачастую практически не регенерируют. То есть, отрабатывают установленный срок, и сдают обратно, фирму-производитель их обратно забирают. По договору, сейчас у нас, как это, наверное, может быть, и если у вас загружены катализаторы, приезжают представители фирмы, в его присутствии реактор скрывают, извлекают, так как у них есть специальные устройства для загрузки типа пылесоса, они извлекают отработанный катализатор, пломбируют, грузят его в бочки, пломбируют и увозят. И также загружают, реактор пломбируют, в присутствии представители фирмы. Производитель сервис какая? Производитель сервис этого катализатора. То есть, через какое время... Производитель. 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 Вот там у них есть срок замены, срок замены от одного до трех лет, в зависимости от того, как соблюдается этот режим. Какой, в общем... Наш катализатор очень легко, вот эти катализаторы, их очень легко дезактивировать нарушением теплового режима. То есть, когда выходит за 400 градусов, катализатор начинает дезактивироваться, потому что есть местные перегревы. Эти температура выше. Отчёт. Поблагодарим, Сергея Александровича, за интересный доклад. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.